Владимир Сидоров. Я занимаюсь в России Тайзюсюань Грандмастера Фэнджитяна. И очень давно и с большой любовью отношусь к традиции Го и Вэй Тси. И российские мастера Го очень мне помогают. Много лет и в Пекине мы со многими мастерами общаемся. Что хочется сказать? Хочется сказать, что в китайской традиции регулирование тела, регулирование ума и регулирование эмоционального состояния. Это очень близкие задачи. Их традиционно вместе рассматривали. И если мы видим, что Го это в основном дисциплина, которая тренирует сознание и тренирует ум. Такие дисциплины, как буддийская медитация. То есть они в основном тренируют эмоциональное ваше состояние. А Гушу и Цигун традиционно, конечно, это, прежде всего, регулирование тела, как основа для всего этого. Поэтому в разговорах с мастерами и в России, и в Китае общая тема возникает очень часто. Это комплексная задача, она очень хорошо решается вместе и совсем не решается по частям. То есть если человек регулирует и тело в достаточной мере, и с эмоциями собственными дружит, и их изучает, и культивирует, и регулирует ум, то получается очень цельная конструкция. У китайцев специально есть для этого, так сказать, такая максима даотская, что Тянь Ди Жень Хэ, небо, земля, человек в соединении. То есть получается цельная такая модель. Поэтому всем, кто занимается Го, то есть очень, что я рекомендую, да, то есть как бы посмотреть немножко за пределы, да, своей дисциплины, да, и позаниматься, да, эмоционально себя порегулировать, да, помедитировать обязательно. Вот, и позаниматься Цигун и Тай Цзи, да, для регулирования тела. То есть это по-любому очень улучшит ваше, да, общее самочувствие, да, и усилит вашу игру в конечном итоге. На сайте, на нашем хуньяньтайцзи.ру можете найти тренеров, которые работают именно в вашем городе. Достаточно много уже по России у нас хорошо очень подготовленных людей, которые и в Китае стажируются, и сами работают по многу и качественно. Вот. Ну и я думаю, что это большое благо будет вам для здоровья и для вашего увлечения. Спасибо.